С декабря прошлого года врачи начали получать зарплату по-новому. От усовершенствованной системы оплаты труда должны выиграть эффективно работающие врачи. Чем качественнее оказана медицинская помощь, тем выше уровень зарплаты врача и медперсонала. Специалисты Министерства здравоохранения считают, что самое главное, чтобы процесс с формированием фонда оплаты труда был открытым. Чтобы каждый в больнице понимал, от чего зависит его премия, его надбавка ежемесячная. Вот в этом состоит трудность. С одной стороны, это нечеткость этих критериев. Я не говорю конкретно про нижнюю СЛДУ. Здесь достаточно нормальные критерии мы посмотрели, установлены. Но важно еще донести до каждого работника, чтобы когда в отделении распределяются эти выплаты, чтобы не было какой-то келейности. Сел заведующий отделением, с главной сестрой разделил и все эти деньги, так скажем, начисления. Это должен быть открытый процесс. К концу 2011 года Центральная городская больница, как и другие больницы области, должна стать участником программы модернизации здравоохранения. Пока не ясно, какое именно медицинское оборудование может появиться в Нижней СЛДУ, известно только, что большая часть программы будет финансироваться из бюджета фонда медстрахования. Предусмотрен набор оборудования. Я сейчас не хотела бы говорить о конкретных позициях, потому что программа еще не утверждена. Но она, безусловно, будет так же, как и средства на текущий ремонт больницы. Мы должны просто понимать, что такая масштабная программа, она впервые вообще в Российской Федерации осуществляется. И в каждом субъекте. И просто необходимо время, она заявлена на 2011-2012 год, но просто необходимо время для того, чтобы разработать механизмы финансирования этой программы. Она будет финансироваться за счет средств в большей степени Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Поэтому мы надеемся, что ближе к середине года уже эти механизмы будут известны. Начнется закупка оборудования и капитальные ремонты. В рамках своего визита Нонна Кивилева обсудила с руководством города многие другие вопросы в области Салдинского здравоохранения и провела прием граждан по личным вопросам.